откуда будешь с иркутска я православный христианин могу рассказать о своей вере хотите послушать вы верите в бога хотелось бы вера слышание слышание словно слова божьего библии когда-нибудь читали библии ну пар плеч читал о чем можете вспомнить она и я я его сыновь нет как как они жили после тех событий что вам запомнилось после потопа уже да как один сын убил своего брата не помните или украл а еще что-нибудь читали новый завет читали не ветхий я слышал я читал я просто не помню пасху у нас встречает стоя сам по себе ну чтобы веровать нужно читать евангелие новый завет тогда вера будет а так она откуда что она будет как можно верить в то чего не знаешь а вы верите что мертвые могут воскресать оживать мертвые слабо слабо верить ну я раньше тоже не верил вот евангелие прочитал и уверовал что христос воскрес которого распяли люди это сын божий пришел на землю умер за наши грехи и у милости его отца теперь каждый может иметь жизнь вечную верующие в иисуса христа то что он умер и воскрес и соблюдающие его заповеди после смерти оживет и будет жить вечно но те кто не поверили и жили во грехах творили зло те будут вечно мучиться есть бог творец который сотворил небо землю видимый мир и невидимый имя ему сущие отчий наш молимся отчий наш сущий на небесах да светится имя твое да придет царство твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши как и мы прощаем должникам нашим но не веди на свое искушение но избавь нас от лукавого вот в этой молитве да иисус христос эту молитву дал своим ученикам христианам молится так отцу небесному имя то есть я как вы и углу я вы приводя сущий значит существующий настоящий бог есть множество ложных богов которому люди молятся они называются язычники Апостол Павел язычникам проповедовал, и они уверовали в настоящего истинного Бога, в Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом. А книгу «Бытие» читали, как вот Адам с Ева согрешили, как дьявол их искусил, не помните? Самое начало Вибрии, Ветхий Завет. Она искусила запретный плод яблока. «Бог посадил дерево познания добра и зла в раю и сказал, что со всех дерев ешьте, а с дерева познания добра не ешьте. А дьявол, змей, поползает, сказал, истинно ли? Сказал Бог, что смертью умрете? Нет, не умрете, но откроются глаза ваши, и будете, как боги, знающие добро и зло. И его послушала дьявола, сама ела и предложила Адаму. То есть они Богу не поверили, что смертью умрут, а поверили дьяволу, который их обманул. И в этот день они начали стареть. Сотворил по образу и подобию своему, то есть не умирающими, вечными. Бог, он вечен, он, у него нет начала, нет конца, он всегда существовал. Вот, а потом, после того, как они согрешили, они стали стоить. А там уже в 900 лет, тогда люди долго жили. У них родились дети, и вот была первая братоубийственная война Каин и Авель. И Каин Авеля убил. Он позавидовал ему, что... Да, это не сыновья, но его были, это он и не украл, просто Каин приносил жертву Богу овощи, фрукты. Он был земледелец, а Авель был животновод по-нашему. И он Богу жертву приносил в навец. И Богу его жертвы понравились, ну а те он не принял. И Каин позавидовал Авелю и убил его. Вот, и за это Бог проклял Каина. Санитизм будет. Ну, а потом дальше у них стали люди плодители, ножаться, и вот потом Ной появился. Люди стали склонны ко греху, стали творить зло, убивать друг друга. И Бог раскаялся, что Он сотворил мир и навел потоп. А перед тем, как навести потоп, Ной ходил и проповедовал всем, что будет потоп. А тогда и дождя не было вообще на земле, а на растения орошались водой. Здорово, Булы. Добрый день. День добрый. У нас уже ночь. Таки девять часов ночи. Таки перед сном решил пообщаться с людьми простыми. Я православный христианин. Верую в Иисуса Христа, распятого воскрешенного. Благо, благо. Верьте в Него, ибо спасение в Нем заключается. Аминь. Аминь. А вы, что ж вы делаете с дом в нескромном месте, то? А я хочу... Чатурлетка под названием. Чтобы люди так же уверовали, как и я. Я могу им рассказать о Христе, которые не знают и так же уверуют, и будут соблюдать. То есть вы проповедуете? Да, я проповедую в этом чатурлетке. Несете, несете веру за собой. Наблюдаете за сиськами и письками, но не унываете. Я за этим не наблюдаю. Я не для этого... Но приходится. Выбора-то нету. Не мы решаем. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Люди больны грехом блуда, вот этим все, для разврата. Вот. И нужно их направить на истинный путь. Я сам когда-то таким... Давно ли вы веруете в Иисуса Христа, распятого на христиан? В 33 года у веру, в 33 года. Мне сейчас 47. Нам 47. Да, давно я веру. Принял крещение. Являетесь ли вы служителем, пастырем ли, либо ли проповедуете ли вы Евангелие? Проповедую Евангелие. Я веду занятия по изучению Библии. Кубков Сергей один. В программе Skype такая есть. Каждую среду, пятнадцать, воскресенье. Очень интересно. С двух часов. Вот у нас есть видеоканал на YouTube, он называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Зарядите в поисковике. Можно посмотреть эти ролики. И наш ролик, вот этот с вами увидите. Наш разговор. Очень хорошо. Да. Обязательно посмотрю. Много ли вы людей сагитировали через, вот, допустим, этот мессенджер, чатрулетка? Через чатрулетка? Через чатрулетка. Я только начал. Поэтому пока... Как ваши успехи продвигают? Пока плодов не видно. Я недавно только начал. Это он четвертый или третий ролик. Но вы не унываете. Я не унываю. Господь поролел все семя святого Божьего. А взойдет это семя или не зайдет? Нет, меня зависит. Но от Господа. Наше дело сеять. Возвращает все Бог. А за 33 года ли вы много ли повидали чудес Божьих? Либо... Самое главное чудо в том, что я вот уверовал, был такой же блудник. Любил наблюдать, зачем вы говорите-то. Вот пришла вера, а я вот теперь это все возненавидел этот грех. И всем говорю, что это неправильно. Как вы пришли к этому? Очень интересно было бы знать. Через занятия, по слову Божию, Игнать Тихонович Лапкин вел занятия в университете. А я заболел. У меня он так был. Лимфосаркома, онкологическое заболевание. И папа тоже мой раком заболел. И я смотрел, как у отец умирает, и испугался. И начал задумываться, а что дальше? Смерть. Начал интересоваться, и увидел объявление на столбе, что ведутся занятия. По слову Божию, пошел на эти занятия. И вот и через... Приносит ли вам какой-либо доход ваши... Занятия, либо как вы живете? Либо как вы питаетесь? Есть ли у вас определенная заработная плата? Либо как вы проживаете на нынешний день? Поставим вопрос таким образом. Мы проповедуем абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Денег я за это не беру. Это порыв сердца. Мне хочется, чтобы люди жили по заповедям Божьим. Любили друг друга. Не убивали, не грабили. Я скажу больше, я сторонник всех десяти заповедей. Я стараюсь их придерживаться. Не только потому, что вот, например, я верую в высшие силы, а лишь потому, что это как бы ограничивает... Ну, на этом кончается мой здравый смысл. Вот так я вам скажу. То есть, не убей, не укради и так далее. Это для меня образ жизни. Это естественно, само собой. Хорошо. А кроме не убей, укради еще вы можете вспомнить восемь. Остальные, я помню, не тревогольствуй. И разошлись они все по домам. Нет, ну, помимо этого, я помню, да. То, что вообще делаю я. Как бы относись так же, как относятся к тебе. Одно из... Как хотите, чтобы с вами... Позуби ближнего своего. Как самого себя. Как самого себя. Обязательно. А, что ты там с ним общаешься, что ли? Возможно, возможно, я не знаю всех десяти, как бы, как написано в книге. Возможно, я их знаю по тому, как я живу. И, как бы, всячески стараюсь их придерживаться, всячески. Какой бы ни был велик соблазн, я вот... В этом плане я поддерживаю вообще всю религию. То, что она пропагандирует добро. И... А можно у него не вопрос? Конечно. Конечно. Вот сейчас мой товарищ хочет поинтересоваться у вас. Слушай, дружище, вот... Ты же православный? Да. А вот протестанты, баптисты, они вообще как это... Как их воспринимать? Они же, в принципе, тоже о Боге проповедуют, там, какого плохого не советуют. Ну, ц... Кармони... Тебе? В смысле, я... Православная церковь их называют еретиками. Да, это я знаю. Что такое еретик? Еретик это тот, кто искажает священное писание и вводит других людей в заблуждение. Вот, основным заблуждением протестантов, баптистов и сектантов является то, что они отвергают священство, институт священства. То есть, они говорят, что священник не нужен. Можно напрямую Богу молиться, напрямую простить тебе грехи. Да, 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 это я тоже слышал. Но сам Иисус Христос сказал своим ученикам перед Вознесением, дунул на них и сказал, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся». На ком оставите, на ком оставите, на том и ставутся. И эти 12 апостолов рукоположили других апостолов и так до наших дней. Это законно рукоположенное священство. Особая каста людей, которая может прощать грехи. То есть, прощает Бог, но батюшка говорит, «Властью данную мне Бога прощается тебе, кто из ботинга». Да, так устроил Бог. А баптисты этот институт отвергают. Просто мы в Корее находимся, а тут в основном баптисты, протестанты, сектанты. Я не знаю, церкви на каждом шагу, по идее. Просто такие протестантские в основном. Ну вот, это основное их не заблуждение. Ясно. Спасибо, друг. Ответил на вопрос. Я можно теперь поспрашиваю у вас немножко интересующие меня вопросы? Как вы считаете, в целом должно ли быть добро с кулаками? Ну, как бы вот, одно из. И стоит ли вообще действовать? Ну, когда Христа пришли арестовывать, из-за него заступились его ученики. Он взял нож и от всех ухо. Себе или тому? Все нормально. Такое добро с кулаками оказал. А даже не с кулаками, а с ножами. С кулаками, а с ножами. Давайте, допустим, следующую ситуацию. А что сделал Христос? А что сделал Христос? Удивительно. Хотите знать? Хотите знать? Я думаю... А, по отношению к чему он сделал? По отношению к поступку того человека? Да. Он его одобрил? Хотел бы знать. Я не знаю. Хотел бы знать. Вот. Иисус Христос, которого мы признаем другом, он сказал, вложи меч свой в ножны. Ибо взявший меч от меча погибнет. Взял это ухо и прилепил обратно. Их прилепил обратно. Другой момент. Другая сторона медали. Другая сторона медали. Когда Иисус Христос пришел в храм и увидел там торгующих и покупающих, там обменный пункт, он взял веревку, сплел бич и стал их этим бичом выгонять. По-нашему. То есть, начал их бить. Начал их бить. Опрокинул столы и сказал, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Значит, какой мы сделаем вывод? Когда кто-то хулит Бога, либо Дом Божий, то есть за Бога можно заступиться. Если же угроза твоей жизни лично тебя оскорбляет, то Христос учил, не отвечайте злом на зло. Ругательством на ругательством. Поставьте левую щеку. Ударили вас в правую щеку, поставь ему другую. Хорошо. Давайте рассмотрим другую ситуацию, где в данной ситуации будете именно вы главным героем. Проходите вы по пути домой после служения к Богу. А по дороге двое здоровых мужчин Насилуют женщин. Насилуют женщин. Да пусть. Обычно я заступлюсь. Обычно я заступлюсь. Несмотря ни на что, даже если они будут с ножом. Даже если они будут с ножом. Вас это не остановит. Вы готовы пожертвовать своей жизнью? Ради жизни другого человека. Даже не зная всей истории, почему с ней так поступает, и возможно ли вы могли бы принести своей жизнью и просветить людей, которые принесут в дальнейшем много добра и пользы этому миру. Не только, так скажем, конкретному какому-то человеку, а всему обществу, окружающему себя. Вы могли бы просветить человека, принести ему пользу. Но вы жертвуете своей жизнью ради женщины, которая в принципе возможно и сама блудна, возможно сама неправа, возможно сама и согрешила перед людским народом. Как быть? Ну она кричит, просит о помощи. Как просит пройти мимо? Господь говорит, вступайтесь за вдову. Так значит, что вы заступаетесь за обижаемых. А допустим, давайте, ладно, это не будет вдова, это будет человек просто физически несложен хорошо, против которого выступили двое. И двое перед вашими глазами начинает расправляться с ним ваши собственные действия. Я даже говорю уже, я постараюсь остановить их. Постараюсь остановить их. Словом или делом, но я не пройду ли мы. Я не струшу. Мне бы так хотелось. Мне бы так хотелось. Верить и думать. Добро? Добро? Конечно верю. Это я думаю даже естественно. После 33 лет служения Всевышнему, я думаю это не будет удивительно. Это наверное будет скорее всего с моей стороны риторический вопрос. Это так. Я ради себя решил поинтересоваться у вас. Иначе никак. Это хорошо. Но при этом я ни в коем случае не должен отнимать жизни у этого человека. Даже если есть вероятность, что жизнь могут отнять у вас. Но есть заповедь не убей, я не должен убей. Я могу его поранить, пока покорить, не убей. А во благо кого-то вы можете убить? Во благо кого-то. Во благо, например, человека, который всю жизнь посвятил себя Богу. Ну, такого человека охраняют ангелы. И сам Бог. Согласен. Согласен. Вся Вселенная его охраняет. И за такого человека и при всем господи не мстите за себя возлюбленный. Мне это мужчина, я воздал. То есть, в отношении я воздал. Но защита ангела мы верим. Но защита ангела мы верим. У людей божьих. У людей божьих. Угу, поэтому... Хорошо. Согласен. Я думаю, за все это время вы многочисленному обучились. И вот в некоторых ситуациях, в которых я себя, как бы, ну, так скажем, виню. Вот в тех ситуациях, которые я вам приводил, пример, допустим. если... если... мне, например, как человеку, очень тяжело побороть свой гнев. Если я уж начал заступаться, то пока миссия не обезурежу врагов, я не могу успокоиться. Что значит не может? То есть вы, значит, бьете до конца до смерти или за... или стараетесь на них? Нет, не обязательно до смерти. Возможно, исход может быть нелетальным. Возможно, это будет просто человек, который в будущем не сможет больше подойти к беззащитному человеку с оружием или без, то есть для меня это зло воплоти на вашем языке. И я думаю, что человек, который однажды набросился на другого человека, будучи обладая преимущества физически, то он это сделает и в следующий раз. Он это сделает и со слабым полом, он это сделает и даже с ребенком, если это будет ему угодно. И поэтому в этих случаях я беру, возможно, на себя намного больше, чем мне того стоило. Перед такими людьми мне совсем не жалко. Но таких людей я могу покалечить настолько, насколько они себе позволили поступить вот так в другом. Вы согласитесь, что даже калека, если у него злоба в сердце, может дальше продолжать зло? Если ему отключить конечности, я сомневаюсь, только он может направить других людей, других людей, если у него хватит сила духа выжить, он может направить других людей, но никак не сам. Это маловероятно, это проверено на опыте и так далее. Более действенный способ это человека обратить ко Христу и чтобы он из злодея превратился в добряка. То есть рассказать ему о Христе, проведовать ему Евангелие, он обратится и перестанет делать зло. Как вы считаете? сейчас я вам скажу, Господь говорит в Евангелии, наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. То есть что заставило этого человека пойти на насилие к ним, чтобы ты заставил? Травма детства, допустим. Что значит? Детская травма. Потому что Бог дал ему те испытания, с которыми он не справился, которые дали обратный эффект. А обратный эффект это не самый лучший выход. В общем, Бог ему дал родителей, но родители, к сожалению, были выпивающими. Отец очень сильно обращался плохо со своей женой, то есть матерью ребенка. И соответственно под действием алкоголя очень сильно и очень много наносил вреда своим ближним. Вплоть до своей матери, вплоть до своей жены, вплоть до своего ребенка. И в целом образовалась такая ситуация. Он очень сильно возненавидел людей выпивающих. И после этого при встрече таких людей выпивающих он очень сильно обошелся со своим отцом, он оставил его коллегой по жизни. И при встрече таких людей, например, как очень сильно выпивающий человек, который не может контролировать свои действия, он обходится очень с ними жестоко. То есть ломает им ноги, руки и возможно даже делает еще больше какие-то увечья. нормального мало, нормального тут и нету, даже не пахнет. Обеседание к всему не приведет. Вы не первый, вы не последний, допустим. Вы ему постараетесь всяческим образом призвать к его здравому смыслу, к рассудку, к вере и тому подобное. Но человек, который свои 25-30 лет, а то и больше посвятил другому миру, то есть миру черному, и который поддерживает все понятия, все взгляды. Понимаете, у меня вероятность больше остановит зло, чем у вас. Если вы его покалечите, он будет еще злее, может быть. Может быть, он отомстит вам и вашим близким. зло в ответ на зло порождает еще большее зло. Зло можно остановить только любовью. Объяснить ему, что ты не прав, давай прости, Бог велел прощать. Ты же тоже, если не будешь прощать согрешившим против себя, то и тебя Бог не прости. У тебя тоже много грехов. Поэтому на многих это действует, на некоторых. Может, на немногих. Поэтому... А как вы относитесь к нынешней молодежи в данный момент, которая сейчас прогрессирует? Молодежь, скажем, она уже не золотая. Молодежь, она просто капризная. В наше время, вот это буквально от 15 до 25 лет, вот этот промежуток возраста, в котором, в принципе, и погибает основная наша молодежь. Молодежь стала более наглая, не почитают родителей, стали нелюбовные, злоречивые, вероломные, клеветники и обидчики. Это говорит о том, что приходят последние времена. Господь об этом предупреждал, что во многих охладеет любовь. Будет второе пришествие Христа и второй раз уже Господь придет. Вот вы человек верующий, как бы вы поступили ну вообще, смотря на вот это все окружающее происходящее вокруг, которое сейчас нас в принципе поглощает и мы как бы мы с вами не сопротивлялись против подобного подобного как бы хода, подобного действия от этой молодежи. как вообще можно направить, как можно избежать того самого конца света, как вы вот сейчас говорите. Конца света избежать невозможно. этого занаряженного у Бога. Он будет об этом написано, я в это верю, будет новое небо и новая земля. Нужно молодежи проповедовать Евангелие, чтобы они верили, что будет суть Божия, что Господь будет судить по Евангелию. Если человек жил по Евангелию, творил добро, никого не убивал, не калечил, творил милостынил, преликодействовал, не воровал, почитал от своей мать, любил Бога, соблюдал его заповеди, не завидовал. Все есть заповеди. У него все шансы есть получить у наследство жизни вечного творца. Если он противился Богу, был рабом греха, рабом дьявола, противника Богу, колгохольником, его ждут вечные мучения. И эти мучения нужно вы меня пожалуйста простите. Возможно это будет на работу бежать. Листный вопрос. Ну тысяча вам извинений. Приятно было с вами пообщаться. Удачи в вашем благом деле. Канал Во свете Библии Ингиба. А меня Сергей Путков. Ищите наши ролики и подписывайтесь. Смотрите Богу. Всего хорошего. Успехов вам. Больше аудитории. Всех благ. Пошла Богу. текст